Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Предлагаю сегодня обсудить вопросы, которые касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Дмитрий Алексеевич Сгурский, генеральный директор Государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области. В 1996 году окончил Гомельский политехнический институт имени Павла Сухого, где получил специальность инженера промтеплоэнергетика. В 2010 году получил дополнительное образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорыны по специальности государственное управление. Трудовую деятельность начал в 1996 году помощником мастера арендного производственного деревообрабатывающего объединения Гомель-Древ. Проходил службу в вооруженных силах Республики Беларусь. По ее завершении продолжил работу на предприятии Гомель-Древ на должностях мастера, начальника цеха, главного инженера. В 2006 году возглавил коллектив коммунального производственного унитарного предприятия Гомель-Облтеплосеть. В 2011 году назначен на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского областного исполнительного комитета. На вопросы, которые касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 8 0232 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Добрый вечер. Прежде чем мы перейдем к беседе и ответам на вопросы наших телезрителей, давайте посмотрим короткий анонс событий наступившей недели. Третий областной этап Республиканской Олимпиады по учебным предметам стартовал на базе учреждений образования Гомеля и Жлобина. В испытаниях по 18 учебным предметам примут участие 1040 учащихся победителей второго этапа из всех районов области. 14 января в Светлогорском и Мозырском районах пройдут районные этапы республиканского проекта «Во славу общей победы». В Мозыре мероприятия состоятся у Кургана Славы. А у братской могилы на месте с сожженным врагом в 1944 году деревни Алла Светлогорского района вспомнят жертв трагедии, унизшей более 1700 жизней. И в тот же день на площади Ленина в Калинковичах пройдет торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. В среду, 15 января, председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Мозырском райсполкоме. Обратиться на прямую линию можно по номеру 32-54-86 с 10 до 11 часов. После этого состоится личный прием по предварительной записи. В пятницу, 17 января, в Гомеле состоится торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня образования войсковой части 55-25. 19 января свой профессиональный праздник отметят белорусские спасатели. И в этот же день православные христиане по всему миру будут отмечать крещение Господне. Праздник посвящен сразу двум евангельским событиям – крещению Иисуса в водах реки Иордан и явлению людям Святой Троицы. Об этих и других событиях расскажут новости на канале «Беларусь-4 Гомель». А сегодня мы обсуждаем инновации в работе ЖКХ. И принимаем в нашей студии первый телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Я живу, проживаю по улице Добровской, в доме 41. Рядом у нас 33, 43, 45, 4 двухэтажных дома. У нас в домах нет центрального отопления и нет центральной горячей воды. У нас стоят котлы газовые и колонки. В июле месяце мы читали статью Дмитрия Алексеевича о том, что нам за это должны делать перерасчет. Мы не должны платить по полному тарифу, так как техобслуживание у нас по этим категориям не проводится. Но вы так поняли, да, что не сделали вам перерасчет? Нам никто ничего еще не делал. Мы как платили вот в 2019 году полный тариф и так и платим. Будем разбираться в вашей ситуации. Спасибо за звонок. Дмитрий Алексеевич, пожалуйста, прокомментируйте. Совершенно верно, что в тех домах, где отсутствуют определенные инженерные системы, предусматривается соответствующая скидка на эти услуги от тарифа на техническое обслуживание. Надо разобраться, почему ваши дома не попали в решение местного исполнительного органа и, соответственно, потом по ним не производится соответствующее уменьшение платы. Дайте соответствующее поручение службам по этой улице в Новый год с новым жилищным кодексом. В Беларуси с 1 января действует обновленный документ. Расскажите, пожалуйста, какие изменения произошли, что нам всем нужно знать? Ну, в целом, если говорить, жилищный кодекс внес определенные коррективы, которые по результатам его многолетнего исполнения выявились неточности, замечания, либо в рамках действующего законодательства потребовалась его корректировка. Если, наверное, из таких наиболее важных, может быть, или волнующих граждан, это можно отметить, что, соответственно, в товариществе собственников кизах упростилась система принятия решений и голосования. Сейчас допускается принятие различным образом голосования, вплоть до электронного, методом опроса, что раньше не предусматривалось, только на собраниях можно было делать. В том числе уменьшили порог участия граждан, потому что некоторые решения принимались только стопроцентными голосами, что технически практически было невозможно, и в том числе это создавало определенное препятствие в функционировании этих товарищей собственников. Поэтому сейчас ограничились две трети, и плюс, как я сказал, можно и онлайн-голосование, различные методы голосования обеспечить. Наверное, очень важная будет такая норма, это категориям граждан, которые нуждаются или претендуют на социальное жилье, а сейчас эти категории 17, их частично дополнили определенными категориями граждан, и в том числе предусмотрели норму в рамках защиты такой категории населения. Если они проживают в арендном жилищном фонде, то, соответственно, арендный жилищный фонд может быть переведен в социальный, для того, чтобы граждане уже арендную плату не платили. Соответственно, есть небольшие дополнения для проживающих в общежитии, в большей степени они касаются, ну, наверное, таких не совсем добросовестных граждан, которые в нем проживают, нарушают правила проживания, либо наносят вред имуществу, то, соответственно, после трех раз привлечения их к ответственности можно рассматривать по инициативе нанимателя расторжение договора найма, соответственно. Ну и ряд, наверное, других каких-то таких менее, может быть, значимых изменений, которые внесены в жилищный кодекс. Ну и, насколько я знаю, маломобильные граждане могут поменять жилье, если их дом не оборудован, да, безбарьерной средой? Совершенно верно, да. То есть, если в случае, ну, человек по какой-то причине потерял дееспособность, ну, в части передвижения опорно-двигательной аппараты, то если раньше было, ну, человек сам должен был находить варианты продажи имущества с квартиры своей, либо каким-то образом обменять, то сейчас предоставлено право органам местной власти, если невозможно такие дома оборудовать безбарьерной средой, то, соответственно, есть возможность местным органам власти принятия решения, предоставления таким категориям граждан других квартир, где это обеспечивается. Будем надеяться, что этот документ будет работать, и у людей появится возможность выйти на улицу, вести полноценную жизнь. Согласно новым нормам, также капитальный ремонт теперь должны согласовывать с жильцами. Поясните, пожалуйста, на какой стадии и какие конкретно особенности капремонта подлежат согласованию? Ну, эта норма появилась, да, в жилищном кодексе, исходя, наверное, уже из жизни, действительно. На первоначальном этапе нормативными документами, которые были предусмотрены, ранее действующие, они требовали о том, что собрание производится уже на этапе разработанного проектно-сметной документации. Граждане информировали о том, какие работы будут проведены, в какой срок. Сейчас предусматривается действительно предварительно, до разработки проектно-сметной документации, на этапе формирования технического задания, обязанность обслуживающей организации собрать граждан, рассказать им, какие виды работ планируются по результатам обследования. И граждане могут внести свои предложения, в том числе, ну, по их мнению, что они считают, что в доме необходимо было бы сделать. И если эти работы, ну, работы, либо виды ремонтов будут подходить под капитальный ремонт и будут требоваться к ремонту, то, соответственно, они будут включены в перечень капитального ремонта. В том числе граждане в рамках действующего 327-го указа, который вступил в силу в декабре месяце 2019 года, граждане могут и обслуживающая организация обязана предлагать гражданам участвовать в энергоэффективных мероприятиях в жилищном фонде. Что это такое? То есть каждый дом имеет определенное потребление. Сегодня действует норма указа, которая предусматривает, что граждане в части работ модернизации и создания энергоэффективного жилья должны участвовать на долевой основе, и это позволит в будущем гражданам потреблять гораздо меньше тепловой энергии, чем сегодня. Но единственное, что эти все работы выполняются за счет бюджета. Для этого необходимо получить согласие две трети, проживающих в жилом доме. Это могут быть различные виды работ, начиная от утепления, крыши, стен, подвальных помещений, модернизация системы отопления, диспетчеризация, модернизация половых узлов, ну и другой, печь на работ, как комплексные, так и отдельные. А это где-то уже реализуется? Нет. Ну, с учетом того, что норма указа вступила только в декабре, то мы рассчитываем, что при проведении собраний в 2020 году, конечно, мы будем это приурачивать к капитальному ремонту, что появятся граждане, которые изъявят такое желание, и тогда 50% сначала все работы выполняют за счет бюджета, а в последующем граждане 50% стоимости всех этих работ должны будут равными долями ежемесячно в течение 10 лет выплачивать. Для малообеспеченных категорий, да, это 15 лет возможно получение такой рассрочки. Дмитрий Алексеевич, какой объем работ по капремонту запланирован на 2020 год? Ну, традиционно ежегодно мы выполняем эти работы, и соответствующая программа комфортного жилья и благоприятная среда на 2016-2020 годы запланировано, что в Гомельской области к 2020 году мы должны дойти до уровня 3% от общего объема. В Гомельской области 16,7 миллиона метров квадратных жилищного фонда. И в 2020 году мы рассчитываем выполнить задание, которое составлять будет 495 тысяч метров квадратных после капитального ремонта. И тот капремонт, который на этот год запланирован, он уже будет в соответствии с новыми нормами жилищного кодекса реализовываться. То есть это через собрание с определением объемов работ? Ну, за исключением тех домов, на которые проектно-сметная документация была разработана и готова. Как изменились тарифы с 1 января 2020 года? В соответствии с указом президента, как все знают, наверное, в год допускается повышение не более 5 долларов. В среднем на двухкомнатную квартиру, в пределах норматива потребления и на трех человек. Соответственно, в рамках вот этого порогового значения был и принят соответствующий указ 30 декабря президента Республики Беларусь о тарифах на 2020 год, который определил их стоимостное выражение. В целом, увеличение стоимости, вот как я сказал, на усредненную двухкомнатную квартиру три человека в пределах норматива, увеличение составит порядка 10,8 рубля. Спасибо большое. Проанализировать работу отрасли ЖКХ, рассказать о проблемах, с которыми сталкивались лично. Мы попросили гомельчан на улицах города. Давайте посмотрим опрос. Сейчас вроде все подтянулось, и так хорошо смотришь. И в уборке, и в дворах, так что я не знаю даже как. Ну, сейчас, ну, тут даже не знаю, как вам сказать. Ну, деревья, наверное, еще аварийные поставались, а вот много тут идешь, глядишь. Ну, а так я не знаю даже. Вроде как у вас все в порядке. В подъездах и фасады, и чтобы было красиво и чисто, чтобы в подъездах было. И во дворах. Это очень много мусора стало, что-то. Может, за этим должны сами люди смотреть? За подъездами своими? Ну, за подъездами, да, но во дворах все-таки должны быть люди, которые убирают. В принципе, с большего все нормально. Все устраивает как бы. Мы никого, ничего не ждем. Все делаем сами. А коли то это ЖХ нам сделает, то его знает. Ремонт, потому что в подъездах много пообдирана, а ремонта никакого. И уборщица тоже. Так-такс больше, оп, а при уходе в подъезд остается грязь, и это все в подъезде. Тут такая уборка, ремонт тоже. Проблем хватает, и подъезды вы видели, наверное, в каком состоянии, да? Как бы ничего не делается, не знаю. Как по мне, так они вообще не работают. Ну, обращался, краны потекли, сделали. Сантехник пришел. Качественно сделали? Нормально пока. Это было недавно, месяца полтора назад. Устраняют не сразу, а несколько дней стоит обычно в подвале. Это протекает вода где-то с канализации, порывы канализации и с канализации вода. За ссоры. Ну, вы обращались, да? Я лично не обращался, но обращаются. Да, обращаются. Ну, устраняют, но где-то неделя проходит. Чистота в подъезда. У вас грязно? Нет, у нас чисто, я горжусь. Но у нас мы сами с людьми и ремонт делаем. А вот у кого другие бывают, ужасно зайти в подъезд. Запах. Часто бывает вообще нехороший с подвалом. Почему этим никто не занимается? Вы смотрите Диалог. Мы работаем в прямом эфире. Говорим сегодня о работе отрасли ЖКХ. Дмитрий Алексеевич, конечно, разрисованные, рассорапанные подъезды, грязные, с посыпавшейся штукатуркой – это, к сожалению, не редкость. Как и за чей счет они должны ремонтироваться? Ну, я, да, услышал, что много людей говорят о состоянии подъезда, но надо сказать, что это общедомовая собственность, которую сейчас по законодательству уже в течение трех лет соответственно граждане обязаны делать за счет собственных средств. Здесь может быть несколько вариантов выполнения этого ремонта, либо через обслуживающую организацию, либо граждане сами могут нанять соответствующих специалистов, имеющих соответствующие сертификаты и разрешения, и выполнить, соответственно, эти работы, предъявив их к сдаче, в том числе как гражданам, так и обслуживающей организации. Но это место проживания, и мы видим очень много примеров, когда люди сами по своей инициативе, не дожидаясь кого-то, делают прекрасно какой-то ремонт, вешают занавески, разрисовывают красиво стены, цветники, картины, для того, чтобы себе создать уют, гораздо приятнее. Никто же там другой не ходит, стены не обдирает, их не поджигает, не описывает. Это делают, как правило, те люди, которые там проживают, к сожалению. Ну а как инициировать, если нет такого мастера на все руки, который сам может привести в порядок подъезд среди жильцов, то как инициировать этот ремонт? Если есть такая инициатива, то граждане просто обращаются в эксплуатирующую организацию, она предварительно сделает расчеты объема выполненных работ, стоимость этих работ. Есть точно такая же инструкция, в которой прописан весь порядок действия в этом плане, это опять собрать людей, рассказать, какие виды работ предполагается выполнить, сколько они стоят. Граждане могут внести предложения по цвету, может быть дополнительные какие-то, кто-то захочет плитку, кто-то линолеум постелить, что-то еще сделать, чтобы украсить свое место проживания. То есть весь этот порядок определен, и если есть такое желание, то как граждане сами могут, так и обратиться в обслуживающую организацию, которая поможет эту работу выполнить. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Накопились у нас вопросы на нашем вайбере. Давайте сейчас уделим им внимание. Добрый вечер. Несмотря на многократные обращения по поводу черного осадка в воде и бесчисленных проверок, по этому поводу проблема остается. С уважением, жильцы улицы Зои Космодемьянской, дом 8Б, город Гомель. Помните, пожалуйста. Зои Космодемьянской, 8Б, черный осадок в воде. Несмотря на обращение жителей улицы Шоссейной в городе Гомель, в течение многих лет не могут отремонтировать небольшой участок дороги. Проехать проблемно. Зачем платим дорожный налог? Вопрошает телезрительница. Что касается участка дороги при домовой территории. Чья зона ответственности? Это эксплуатирующая организация. Улица Шоссейная. Единственное, что гражданин, к сожалению, дорожный налог, который мы все уплачиваем, в том числе я его плачу, как автомобилист, он идет на республиканские дороги и дороги местного здания. Да, они не предусмотрены на дороги внутридомовые проезды, придомовые территории. Только те дороги, которые являются транзитными через населенные пункты. Спасибо большое. Сейчас давайте примем телефонный звонок, который поступил на нашу линию. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, не прерывайтесь. Добрый вечер. Машляников Николай Куплевич. Вопрос такого порядка. В связи с вводом атомной электростанции в текущем году будет ли проводиться на государственном уровне отопление на электричество? Спасибо большое. Интересный вопрос. На самом деле перспективное направление во всем мире, да, перевод на электроотопление. А как оцениваются его перспективы в нашем регионе? Ну, оно действительно очень важно. И, в принципе, в рамках правительства уже сделаны первые шаги для того, чтобы, ну, так скажем, подвинуть граждан, да, заинтересовать в реализации этого мероприятия. И на сегодняшний день для цели нагрева, если имеется отдельный учет, то стоимость одного киловатта составляет три копейки. Если нету раздельного учета, то, соответственно, семь. И единственная одна проблема, конечно, что не все могут воспользоваться этой услугой, перевести на электронагрев свое отопление. Почему? Потому что это потребует сопутствующего внесения изменений, модернизации, реконструкции энергетических сетей, как трансформаторных подстанций, так и сетей за пределами жилого дома, там, распределительных, так скажем. Поэтому, наверное, в большей степени это актуально для нового строительства, где изначально будут закладываться все мероприятия для того, чтобы обеспечивались. И такие уже проекты, в том числе и в Гомельской области, запланированы к реализации многоквартирные жилые дома, в которых будет система отопления индивидуальная, и она будет обеспечиваться от электрических водонагревателей. То есть это, по сути, вопрос ближайших десятилетий, когда это жилье будет строиться? Конечно, я уверен, что он активно будет развиваться для того, чтобы загрузить, в том числе, мощности имеющейся атомной станции. Ну а сейчас в регионе активно меняют изношенные теплосети, взамен в домах устанавливают индивидуальные газовые котлы. Это не только отопление, но и горячая вода. Все подробности далее в сюжете. Горячая вода Построенная 35 лет назад теплотрасса была в таком состоянии, что горячей воды часто просто не было. Ни в кране, ни в отопительной системе. Главное, что вода у нас, сразу есть горячая вода. У нас были такие бесперебои с водой, потому что трассы изношены, постоянно воды не было горячей. И пока она до сюда дойдет, это надо было три ведра спускать воды. Сейчас вот, сразу кипяток. С необходимостью децентрализации теплоснабжения сегодня столкнулись практически во всех районах Гомельской области. При централизованном теплоснабжении котельные, как правило, значительно удалены от конечного потребителя. Эта система в свое время представлялась наилучшей технологией теплоснабжения. Однако сейчас в ней обнаруживаются значительные недостатки. К ним следует отнести прежде всего большую протяженность теплотрасс, что ведет к увеличению как потерь тепла, так и затрат на обслуживание оборудования. В Добрыжском районе о плюсах децентрализации говорят на конкретных примерах. Ранее подобные работы были произведены в населенных пунктах Усухобуда и Залесе, Добрыжского района. Исходя из опыта, данное мероприятие позволяет значительно снизить себестоимость гиггокалорий. На примере этого населенного пункта расход электрической энергии снизился на 34%, расход газа снизился на 41%, а также выведены из эксплуатации 8,8 километра тепловых сетей в однотрубном исполнении. В этот день для внука Игоря Алла Дубровская приготовила блины. После того, как в доме появился природный газ, готовить стало вообще сплошное удовольствие. Кстати, все работы по его проводке и установке газового котла выполнены за бюджетные средства. Если говорить конкретно о Круговец-Калинина, то это около 4 тысяч рублей на один дом. Всего в агрогородке в программу децентрализации попали 84 абонента. Конечно, мы стали жить в цивилизации. Тут и нечего говорить. Вода, тепло. А в межсезонье, пока мы ждали, отопительный сезон начнется. Это же кошмар и ужас был. В одной комнате закрываем, обогреватели грели и все. Пока отопительный сезон начнется. А сейчас сами себе хозяева. На доме отключили, тепло мы отключили, холодно мы зажгли. Без всяких проблем у нас стало. Что касается старой котельной, то теперь ее модернизируют с учетом оставшихся потребителей. Тепло от нее будет подаваться только к многоквартирным домам, школе и еще нескольким объектам, устанавливать в которых газовые котлы нерационально. Вы смотрите диалог. Генеральный директор государственного объединения жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области Дмитрий Сгурский сегодня у нас в гостях. Дмитрий Алексеевич, можно ли считать децентрализацию успешным экспериментом в тех районах, где уже такая замена произошла? Все ли остались так же довольны, как героиня нашего сюжета? Ну, децентрализация это действительно вынужденный вариант реконструкции или модернизации систем теплоснабжения. И к нему приходит не спонтанно. Прежде чем определить, что надо делать децентрализацию, делаются, конечно, экономические оценки и сравнение эффективности этого мероприятия по сравнению с другими. И, соответственно, если он самый оптимальный и выгодный, потому что, я напомню, что на сегодняшний день основное бремя субсидирования в части услуги теплоснабжения берет на себя государство. Население оплачивает порядка 18-19% всего лишь этой услуги, все остальное субсидируется государством. И, конечно, государство в этой части должно и обязано просто-напросто экономить каким-то образом и принимать самые эффективные решения в части модернизации. Нет ни одного района в Гомельской области, где бы не коснулась децентрализация. С 2010 года мы осуществляем эту работу. На сегодняшний день более 730 квартир были подвергнуты децентрализации, домов вернее, а квартир порядка 1400. Поэтому везде, где эта работа выполнялась, ну и после этого, соответственно, мы только от граждан слышим положительные отзывы, потому что, как и в сюжете было сказано, что это только приносит плюсы, в том числе и с учетом оплаты. Потому что, как правило, оплата за эти услуги не больше, чем ранее граждане платили за централизованное теплооснабжение, в некоторых случаях даже и меньше, с учетом того, если еще дополнительно граждане сделали какие-то работы непосредственно по своему дому. Ну, то есть оплата такая же или меньше, а качество услуг несравненно выше. А бывает ли такое, что выгоднее как раз произвести ремонт или замену теплосетей? Конечно. И оставить действующую систему? Да, как я говорю, делается технико-экономическое сравнение вариантов, либо модернизация котельной, либо замена тепловых сетей, либо децентрализация. На основании всех этих экономических расчетов эффективности этого, соответственно, принимается решение. Ну и в дальнейшем по мере износа теплосетей эта практика будет продолжена. Ну, она больше даже не зависит от замены тепловых сетей, потому что где неэффективно, мы их меняем. Вот, там, где они изношены, здесь больше зависит от количества потребителей, от удаленности, от места расположения, от количества абонента, вот такие больше факторы влияют на принятие решения, потому что, вот если, к примеру, для примера привести микрорайон Восточный в Урицком городе Гомеле, да, где мы осуществляли такую же децентрализацию, но, к сожалению, мы там получили ряд негативных изначально обращений граждан, потому что, ну, честно говоря, там, многие люди где-то и пользовались этим, так скажем, этой возможностью в своих корыстных, наверное, целях каких-то, и они были не готовы от этого отказаться. И потери на тех же тепловых сетях, которые проходили через городы, под зданиями, под теплицами, под банями, превышали объем реализации тепловой энергии полтора раза почти. Ну, конечно, наиболее эффективно провести с учетом того, что в этом населенном пункте есть газоснабжение и обеспечить граждан соответствующими качественными услугами по теплоснабжению. Спасибо, Дмитрий Алексеевич, за столь подробное объяснение. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Здравствуйте. Мы вас слушаем, не прерывайтесь. Добрый вечер. Мы проживаем в районе фестиваля, районе Дурсона, старый богатый. У нас пятиэтажные дома. Мне, например, утром рано вставать на работу. Я знаю, люди есть, тоже рано поднимают. Когда мы открываем горячий экран, то течет холодная вода. Для того, чтобы принять душ, умыться, надо подождать. Однажды я засекала, это было пол ванной воды. Если я звоню на горячую линию ЖКХ, через день, на следующий день вода горячая появляется. Ну, не горячая, летняя, по крайней мере, ее можно мыться. Если же звонка нету, проходит неделя, и опять вода холодная. Через горячий счетчик течет. Я плачу за напьем воды. Ну, это же как-то решаемо, если через пару дней от звонка вода горячая появляется. Поняли вас. Оставьте, пожалуйста, номер телефона редактору. И адрес. Да, и адрес. И ждите проверки. Я немножко прокомментирую, что действительно здесь может быть две ситуации. Либо если дом оборудован системой и горячее водоснабжение оборудованной системой циркуляции, то надо разобраться в причинах и ее решить. И горячая вода будет. Пусть не мгновенно, но практически сразу. Но многие дома, особенно пятиэтажки, в советское время строились без линии циркуляции. И, соответственно, в этих домах, к сожалению, приходится сливать для того, чтобы обеспечить эту циркуляцию и появилась горячая вода. И эти работы, согласно действующих нормативных актов, относятся уже к модернизации сетей и должны выполняться за счет средств собственников и нанимателей жилых помещений. Давайте продолжим. Перейдем к вопросу и не менее, конечно же, важному, чем тепло. В минувшем году в регионе реализовали около 40 проектов по улучшению качества воды. Очень серьезный шаг вперед к тому, чтобы в Беларуси все жители всех населенных пунктов были обеспечены качественной чистой питьевой водой. Довольны ли вы тем, как прошли эти работы в регионе и как они будут продолжены в новом году? В Гомельской области до 2019 года существовало где-то порядка 98 станций обезжелезения. Конечно, в основном это крупные населенные пункты, крупные города и населенные пункты, имеющие централизованное, тут надо говорить только о тех, где есть централизованное водоснабжение. Таких населенных пунктов, где целесообразно это выполнять, где-то еще порядка 200. Как вы заметили, действительно, в 2019 году мы выполнили 48 различных мероприятий, в том числе и станции обезжелезования, которые позволили в 48 населенных пунктах обеспечить качественное питьевое водоснабжение. Потому что не только за счет станции обезжелезования можно выполнять мероприятия по подключению населенных пунктов к существующим уже станциям обезжелезования, либо бурить скважины на более глубоководные горизонты, где качество воды соответствует санитарным нормам. И программа соответствующая, которая сейчас реализуется, чистая вода в Республике Беларусь, и в том числе в Гомельской области, подразумевает, что до 2025 года вот эти 200 населенных пунктов, где требуется установка систем очистки воды, нами будет выполнена ежегодно, будут планироваться соответствующие мероприятия, и, конечно, они планируются в первую очередь в тех населенных пунктах, где наибольшее количество абонентов, и, соответственно, может, наихудшее качество. И на 2020 год мы тоже планируем порядка 50 объектов к реализации, в которых по окончании 2020 года люди тоже получат качественную питьевую воду. То есть исходите из ситуации, которая хуже всего на данный момент, да? Конечно. Это первая очередь. В первую очередь тот же рубль вложенный несет большую отдачу для большего количества граждан. Спасибо большое. Есть несколько вопросов на Вайбере, которые мы еще не успели рассмотреть. Мы можем так достаточно оперативно это сделать. Читал, что планируется замена 300 лифтов за год в области. Коснется ли это каких-то домов в Гомеле в том числе? Ну, наверняка, да? Ну, конечно. Вся программа разбивается на города и 162 лифта планируется к замене непосредственно в городе Гомеле. 162 это половина примерно из запланированного. Сколько стоит замена одного лифта? Ну, в среднем замена стоит от 48 тысяч белорусских рублей до 52. А вот сама программа их замены она успевает за тем, как быстро изнашиваются конструкции? Ну, к сожалению, в прошлые годы мы меняли только порядка 30-40 лифтов в год и вот только когда полноценно заработала эта программа, то в программе комфортное жилье за пятилетку мы должны заменить 1100 лифтов. Те, которые на то время были со сроком эксплуатации 25 лет и выше. Это опасно сейчас им пользоваться? Нет, конечно, потому что это не значит, что если лифт имеет истекший срок эксплуатации, то он опасен для его использования, потому что ежегодно лифты проходят техническое обслуживание, диагностирование с привлечением работников промо-тамнадзора, где делаются соответствующие исследования, если все соответствует нормам, то, соответственно, продлевается срок эксплуатации. В любом случае граждане могут спокойно пользоваться лифтами, потому что их безопасность в этом случае обеспечена. Обязательно ли платить за капитальный ремонт? Это есть в законодательстве? Конечно. Граждане, согласно действующего законодательства, обязаны производить оплату капитального ремонта. Эти деньги поступают на спецсчета, которые открыты при райисполкомах, и они имеют защищенную позицию в части того, что к ним невозможно предъявить какие-то, независимо от того, какое будет состояние обслуживающей организации, к этим счетам невозможно не предъявить никакие требования и к целевому назначению только на капитальный ремонт. В квартире холодно, несмотря на то, что батареи довольно горячие. Сантехники сказали звонить, когда будет минусовая температура. И на улице тепло, и дома в валенках ходить приходится. Ну, ситуация какая-то нестандартная, когда батареи горячие. А почему же тогда холодно, да? Интересно. Некоторым людям холодно. Напомню, наверное, что нормативом предусмотрено 18 градусов помещение. Это считается нормальным социальным стандартом. Поэтому, конечно, наверное, мы привыкли к тому, что надо ходить в трусах и в майке для того, чтобы ощущать себя комфортно. Но, к сожалению, с учетом, как мы ранее уже говорили. жаловаться-то можно, да? Если ниже установленные, например... Если меньше 18, то, конечно, это требование будет обоснованным. Понятно. Но если больше, то это беспочвенные претензии. Дома всего 9 лет, а состояние подъезда уже можно оценить лет на 17. Есть ли смысл жильцам инициировать ремонт? Ну, это должны в первую очередь определиться сами жильцы этого подъезда. К сожалению, печально, что сами жильцы довели за 9 лет свой подъезд в такое состояние. Ну, вернемся к тому, что уже обсуждали. Хотите красивый, чистый новый подъезд, тогда, конечно, есть смысл инициировать ремонт. Либо самим сделать, либо попросить организацию, которая выполнит эти работы. Дмитрий Алексеевич, спасибо за сегодняшний диалог. Спасибо вам. Генеральный директор государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Дмитрий Сгурский был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова